Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о Вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлый понедельник в связи с юбилейным для нашей литературы, для нашей культуры, годом памяти Ивана Сергеевича Шмелева, 150 лет. Отмечаем мы в нашей стране этого автора. Мы начали разговор о нем, поговорили, нарисовали определенный портрет, прочертили, насколько это нам позволило эфирное время, хотя бы тезисно и широкими мазками, его основные идеи, мысли и то, как он вообще, сквозь какую оптику он смотрел на этот мир и на свою страну, на себя самого в этой стране. И мы договорились, что, ну, все-таки Великий пост, и так получилось, что у него есть произведение, которое описывает некое движение по богослужебному кругу, именуемое «Лето Господне», и начинается это произведение с Великого поста. И поэтому мы вот сегодня решили уже непосредственно к этому произведению отдать дань великому автору, к этому произведению подступить, поговорить о нем. А говорить мы будем с кандидатом филологических наук, доцентом Самарской семинарии Екатериной Александровной Щепалиной. Екатерина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте телезрители. Всегда с легким трепетом нахожусь в присутствии людей, работающих со словом, вот, потому что слово наше, конечно, слово русское, ну, слово нашего языка, на котором мы мыслим, на котором мы говорим, которым мы определенным образом понимаем и структурируем окружающую действительность, оно всегда восхищает, как люди, работающие со словом, могут через эти слова, через конструкции текста выуживать, вытягивать смыслы. В свое время мне понравилась одна фраза у картезианского монаха Гика. Он, размышляя о чтении Евангелия, говорил, посмотри, как удлиняются слова блаженной чистой сердцем на наковальне моей медитации. Это очень красиво, когда мы берем сначала холодные слова, а все слова холодные, пока мы их не начинаем разогревать собственным размышлением. И потом эти слова нагреваются, и мы уже молотом нашего, нашей работы, сердечной, умственной, начинаем эти слова вытягивать, они начинают обретать определенные смыслы и объемы. Вот мне бы очень хотелось, чтобы сегодня Екатерина Александровна, меня, уже влюбленного в Шмелева, я в 11 классе писал по нему выпускную работу по литературе. Но это было так давно, что я уже очень многое забыл. И наших телезрителей влюбило в это произведение. Давайте начнем как-то вот... С чего начинает филолог, когда он работает с текстом? Ну, это такой вопрос, наверное, пространный слишком, да? Я думаю, со слова как раз и начинай, да? Да, давайте сузим тогда. Да. Тут, в принципе, может привлечь даже одно слово, и вот его можно раскрутить таким образом, что, знаете, там, докторскую написать можно, да? Ну, вот как раз возьмем «Лето Господне», «Лето», да? Это, вообще-то, церковнославянизм, и в современной орфографии пишется без буквы «Ять», да? А вот, собственно говоря, изначально там «Ять» предполагается. И это не просто некий год рандомный, скажем так, да, как принято говорить. Речь идет о более широких, глубоких символах. «Лето Господне» — это в целом, ну, вот если обратиться даже к евангельской истории, это некая встреча, да, человека и Бога. Если вспомнить евангельский сюжет, мы знаем, что как раз вот Евангелие от Луки, знаменитый отрывок звучит, когда Христос приходит в синагогу, да, и читает пророчество Исаии, да, знаменитое, да, начинает проповедовать вот это «Лето Господне» благоприятное, и здесь-то понятно, да, встреча Ветхого и Нового Завета, и Христос вот на служение выходит, да, а вот для Шмелева это некая повторная встреча русского человека с потерянным миром, так называемым, да, который нужно, который нужно воссоздать и вот остановить это самое разрушение, да, и в тексте он это и делает, да, вот эта встреча происходит и со словом, да, и с Русью изначальной, так называемой, которую он воссоздает в произведении, и мы видим здесь уже более, конечно, такое широкое представление, чем некий просто год, хотя, да, если брать структуру текста, да, мы видим, что там действительно богослужебный год работает, да, и трехчастная вот эта композиция, кстати, что важно, да, такая вот тринитарный такой взгляд Шмелева на мир, да, не бинарный, как очень часто, у нас там, знаете, хаос-космос, очень такое еще, ну, языческое во многом представление, да, а здесь у него трехчастная такая композиция, и он понимает, да, что мы идем вот от этих праздников радости к скорбям, но за этим, за гробом есть воскресенье, да, то есть этим ничего не заканчивается, но скорби будут, это, естественно, такая ситуация жизненная, и поэтому начинается как раз цикл у него, да, с временем такого серьезного богослужебного великого поста, и понятно, что за этим стоит не только богослужебный цикл, но и вот некие аграрные работы, которые выполняют русские люди, да, служащие, в общем-то, на земле в том числе, да, и вот это соединение, да, вот и богослужебного круга, и аграрного у Шмелева, кстати, друг другу не противоречит. Казалось бы, с одной стороны, один христианский, да, другой вот языческий в каком-то плане, да, там вот эти посевы, сборы и прочее, и он их христианизирует. То есть все, что есть в Руси великой, да, у него вот приурочено как раз подтягивается к этому богослужебному циклу и служит вот этому хозяину благому, да, с прописной буквы, которая... Я бы вот сейчас немножечко обострил, ну, Коля уж обязывает меня статус ведущего. Вот. Некогда, года, наверное, четыре или пять назад, я в свое время вот послушал замечательную лекцию отца Алексея Уминского, и после этого, как бы, идея эта в меня очень плотно вошла, та идея, которую он высказал. Он говорит так, что современные христиане очень полюбили хождение по кругу. Вот. Это очень стабильный, комфортный, предсказуемый, ну, что, ну, вот Великий Пост, ну, все мы знаем, 16 апреля будет Пасха, а после Пасхи будет Радоница, а после Радоница будет Пятидесятница. И ничто этот круг не разорвет. Мы будем ходить по этому кругу. И так получается, что вот по этому кругу, ходя, у нас нету центростремительного движения, то есть к центру, в котором Бог, мы как бы особо-то и не стремимся. Нас вполне удовлетворяет вот это хождение осла, перед мордой которого маячит морковка, и, в общем, все в порядке, все нормально. А ходить, на самом деле, говорит Уминский, мы должны за Христом. Вот слова отца Алексея Минского обличают Чмелева? Ну, я думаю, здесь даже нет и противоречия, да, потому что получается, что здесь просто формально богослужебный круг, то есть это некое слово, да, за которое мы сейчас цепляемся, а на самом-то деле это некое восхождение, то есть некая лестница, да, если там церковно-славянским словом выражаться, как раз движение вот от страдания, да, от определенная структура некая возникает, да. Оно не по кругу, а оно спиралевидное, да, где с каждым витком мы делаем определенный подъем. Да, то есть в этом нет, скажем так, противоречия, да, и получается, что как раз-таки Шмелев об этом и пишет, что человек должен быть включен вот в это делание, чтобы вот это восхождение производить, да, потому что если он это делает бездумно, ну, конечно, есть часть номинальных верующих всегда, я думаю, была, да, да, который просто ходит, как ослик, да, как раз-таки, и наслаждается процессом или не наслаждается, то есть почему-то ему все равно может быть. Вот, а здесь речь идет о том, что как раз-таки через вот эту личную голову каждый должен пройти, это даже делает маленький Ванечка, да, который вот мы в тексте увидим и сейчас скажем про это, и к личной пасхи устремится. Мы понимаем, да, что уже семилетний ребенок столкнулся вот с этой страшной скорбью, любимое, что у него было, его отец вот из-за несчастного случая начинает чахнуть, его сбросила такая ретивая лошадка стальная, и мы видим, что некогда цветущий хозяин, ну, умирает, да, и, в общем-то, в среду у ребенка входит вот это страдание, которое он только вот, может быть, на иконах пока еще видел, да, то, что мир был такой благорастворенных воздухов, назовем так, да, изобилие плодов земных было, и все меняется. И последние слова текста, это вот как раз прощание с отцом, да, это заупокойное состояние некое, да, вот это Трисвятое, которое поется в тексте, потом, вот это Святый Божий, мы видим, помилуй нас, да, вот это последние слова, которые мы обретаем в тексте, и они как раз и должны нас вот за эту черту, да, за гроб, скажем так, да, помочь перейти, не здесь остаться, да, вот устремить взгляд куда-то дальше, вот. Ну, давайте вернемся к богослужебному кругу. Как в сознании автора Шмелева, и мы в прошлый раз с вами еще очень важную вещь проговорили, что философа Шмелева, такого литературный философ, это или философ языка, или лингвистический философ, который написанием текста осмысляет плоть жизни, да, то есть он ее как бы определенным образом изучает. Вот как для него личность вообще совмещается с этим самым богослужебным кругом. Для чего вообще богослужебный круг личности, вот, при таком его подходе? Ну, мы видим, что это включение в богослужебный круг происходит вот с молодых ногтей, как говорится, да, и ребенок, Ванечка маленький, да, присутствует вначале, может быть, бессознательно, то есть это действительно происходит некоторое время на уровне таком бессознательном детском. Кстати, очень много сейчас споров, да, по поводу того, там стоит детей приобщать, не стоит. Вот у Шмелева человек просто в этом родился, да, то есть он включен в эту действительность, и потом она становится сознательной, то есть вот как раз таки через вот это... Сознательный в смысле осознанно. Да, 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 то есть, конечно, он теперь это делает уже добровольно, скажем так, да, и Саре Горкин, которого сопровождает, это некий наставник от народа, кстати, что важно, не умный учитель, да, или там, не знаю, какой-нибудь французских мастей человек, да, который, в общем, будет его тренировать, танцы какие-нибудь показывать, да, там. Вот. А здесь обычный плотник, да, как его называет Иван Ильин, мы уже говорили, да, там русский простец, за образом которого Шмелев видит угодника божьего. Он даже его спрашивает, а ты когда, говорит, помрешь, ты кто будешь, святомученик или преподобный? Мне, говорит, кажется, что вот на Сергея Раднишского он похож, да, у него мысль такая, наверное, все-таки преподобный, на что ему как раз в просторечной форме Горкина свечи, да, ты сдурел, кто, говорит, меня, может, краю даже из-за грехов-то и не допустит, но вот в этом весь русский народ, то есть он не видит своей святости, и это очень здорово, да, потому что получается, что вот тот раз момент, когда человек скажет, да, все, я святой, вот он и погиб, да, и вот такая интересная история. Это не чисто русская штука, это вполне нормально, адекватное христианское самовосприятие. Мы, с одной стороны, живем как бы в натяжении между двумя полюсами, да, полюс фразы Христовой «Будьте совершенны, ибо совершенен», или «так, как совершенен», или «потому, что совершенен Отец ваш небесный», то есть это наш, это Жан-Поль Сартер замечательно объяснил, да, что вся моя проблема заключалась в том, что я совершенную, превосходную степень воспринял как норму. Так это про христиан, которые берут превосходную степень, воспринимают как норму святости, но при этом вторая вещь, то есть второй полюс – это того, что, ну, при жизни себя назвать святым, да еще и самолично себя назвать святым, ну, это невозможно, это великая дерзость. Просто проблема в том, что русского человека часто обвиняют в том, что он как раз-таки на вот этих полях находится, да, и в грешности пребывает. То есть это как раз-таки вопрос об обвинении неком, да, то есть он себя святым-то и не считает, он и про это, да. А, конечно, это общая такая христианская позиция, просто, к сожалению, как-то вот принято в сознании сейчас и мировом, в том числе, образ русского человека опускать, да, то есть в каком-то смысле он такой грязный, грешный, да, и, ну, и не скрываем, скажем так, да, действительно есть очень много промахов, но это не значит, да, что он не способен в будущем на святость, не способен любить и жертвовать собой, да, то есть это естественные вещи, которые вот уживаются одновременно, и вот как раз текст Шмелева нам об этом и говорит. И поэтому, приобщаясь вот к этому богослужебному кругу, да, вернемся, вначале вот на таком уровне, наверное, бладенческом, да, когда старичок Горкин ведет маленького Ваню к Ефимонам, да, например, и видит, как происходят там первые великопостные службы, да, там читают канон Андрея Крисского, и он пока еще бессознательно понимает, как вот это православие входит в его душу, да, то есть здесь есть некоторые вещи, которые не на рациональном уровне работают. Это, кстати, к вопросу о том, что это другая философия богословия, да, как раз-таки иррациональная, скорее всего, художественная. И вот эти ощущения, да, там, как капает мартовская копель, да, да, как звонит колокол, помни, бом-бом, да, все это сопрягается, и в душу маленького ребенка постепенно начинает входить. Причем это происходит вот на разных уровнях, да, в прошлый раз упомянули, что такая вот проза интересная у Шмелева, импрессионистичная в чем-то, да, это как раз уже заслугу XX века, что язык художественный начинает меняться. Мы это видим и у других писателей, например, там и у Бунина это есть, да, и у Бориса Зайцева. И очевидно, что вот этот эмпирический макрокомплекс, который в тексте формируется на разных уровнях, как раз-таки и нас с вами погружает в текст более глубоко и показывает реакцию ребенка. Прям такую естественную, причем, что очень важно, такая первая реакция. То есть он фиксирует, что впервые в его жизни практически происходит на таком ярком уровне, да, более-менее, наверное, переходящем постепенно вот к осознанному состоянию. Потому что мы знаем, что как раз там после семилетия, да, у нас там уже Таинство Исповеди начинает практиковаться, да, и, в общем-то, такое более-менее осознанное причастие мы видим в тексте. И вот зрительные образы, да, там интересный какой-нибудь там синяющий голубок, да, розовеющий иний, там, напевы молитв, про которые мы тоже говорили, что, в принципе, текст пронизан, да, и церковно-славянизмами, которые перемежаются с осмыслением этого в просторечном сознании. То есть такая сказовая манера возникает во многом восходящая еще к традиции Лескова, например. И там Матушка Богородица возникает, да, там образ такой интересный. И различные сказания народные, да, как на Троицын день, например, Господь по земле ходит, вся земля нынче именинница, да, и вот Господь посещает. Слуховые образы, да, там, звуковые, точнее, вот как раз мы сказали, да, различные колокольные звоны, да, там, переливы, щебетания птиц. То есть это еще с природным уровнем, кстати, сопрягается. То есть что очень важно, вот церковное пространство в современном сознании, оно как-то оторвано от светского мира, да, и вообще от природного. То есть вот такой типичный Мцири, меня закрыли и не выпускают, все, там темно очень, пожалуйста, я не хочу тут быть. Вот, а тут какая-то радость. То есть двери распахнуты для всего мира практически, да, там, от человека самого низшего сословия, да, высокого, и природная, так сказать, действительность откликается, да, то есть вот это некое единение на всех уровнях, что интересно, да. И даже на тактильном уровне это видно, да, там какой-нибудь пушистый иней или рука отца, который его гладит, что он даже отца во многом нерационально пока еще осмысляет, то есть он его не наставляет напрямую, да. Ну да, там какой-то очень интересный, по-моему, портрет рисуется, так интересно манера написания этого портрета как раз через тактильность, ну как раз то, что видит ребенок, условно говоря, на уровне своего роста. Ноги, руки, колени, вот как-то это все. Там руку его целует пахнущую деревянным маслом, там флерд оранж от него распространяется, но в общем видно, что человек в каком-то плане еще и физически привлекательный в плане того, что он, ну, интересно одет, наверное, да, он следит за собой и в то же время он и духовный такой, просветленный, скажем так. То есть в каком-то плане это один из таких вот удачных образов и отцов в русской литературе, и в целом человека, там, владеющего неким имуществом, предпринимательством занимающегося, что достаточно редкостно, если честно. И вот это постепенное включение ребенка в богослужебный круг, кстати, через вот этот момент великопостных служб, почему-то первыми именно они взяты, да, самые такие стремительно сложные, что ли, богослужебные моменты, может быть, растянутые даже где-то, да, то есть для человека вне церкви, кажется, вообще непонятно, что происходит, да, все очень такое темное, и ребенок первым это именно видит, да, то есть можно подумать, что, наверное, это оттолкнет. Вот, ну нет, и мы видим, что переживание вот это естественное, что есть разное время, то есть он готовится с детства к тому, что в жизни человека не все гладко, то есть есть такое время, да, а есть праздничное, да, там придет Пасха. И вот, наверное, этот опыт, я думаю, он и помог Шмелеву пережить вот эти личные катастрофы, потому что, ну, понятно, не всегда будет пасхальное время именно в земном этого проявления, да, а уж будет ли небесное, это заслужить бы, да, скажем так. Я вот просто вас слушаю, одновременно тут как бы столько можно тем, получается, разбирать. Вот почему Шмелев и философ, на самом деле. Потому что эта тема, например, соотношение повседневности с праздником и формирование особой социальной среды временем повседневности, временем праздника, тема, которая вообще является такой исконно, глубинно библейской, это освещение времени, освещение пространства и освещение человека. Ну, то есть когда, например, Господь дает там заповеди те же самые, закон Моисею, если читать это чуть глубже, чем просто «не убей, не укради», там, и так далее, «чти день субботний», и так далее, а прочитать его с точки зрения, что вообще-то закон призван осветить все эти три точки и совместить их, то Шмелев удивительным образом это может быть сам, не знаю, предполагал ли он, вкладывал ли он это все, или просто удивительным образом так описывая, получается, то есть ты наблюдаешь, как, собственно, время освещается, причем время же оно может быть как твоим персональным личным, я не помню, кто, по-моему, Мордашвили определял человека как время, закрепленное в плоть, вот, то есть у нас наш, то, что мы с вами проживаем жизнь, это длительность нашего времени, вот, так и время внешне освещается, освещается пространство наше внутреннее и пространство вокруг нас, освещается, и через это освещаюсь я сам. Это удивительная мысль, которую мы просто можем вот сейчас взять и еще там три встречи этому посвятить, вот, и еще более существенная, мне кажется, тема, вот, по крайней мере, того, как вы это описали, что формируется определенный комплекс, работающий со всей нашей органикой, со всеми органами чувств, восприятия, формируется вот этот комплекс некоторой освещенности человеческой природы. Удивительный метод описывается. Вот, дорогие друзья, мы подошли, наконец, к Великому посту, и как можно Великий пост правильно проводить, или, по крайней мере, один из методов проведения Великого поста – это созерцание. Редко прочитываются фрагменты из Евангелия, где Христос напрямую говорит – наблюдайте, наблюдайте за собой, наблюдайте за тем, как вы слушаете. И мы обычно, ну, прочитали, прочитали, редко воспринимаем это как непосредственное указание к практике, то есть ты должен практикующим быть, внешним наблюдателем, сторонним наблюдателем. И вот, мне кажется, Шмелев – прекрасный образчик такого наблюдателя. Ну, я прошу прощения, это я просто поделился своими впечатлениями. Если бы я вас спросил, как Шмелев вообще в целом воспринимает Великий пост вот в этом произведении, то есть для наших телезрителей, как формируется этот образ Великого поста? Потому что, ну, некоторые, к сожалению, ограничиваются чтением и выискиванием рецептов. Вот, так, вот, ага, растягайчики там постные, так, вот, вот это вот можно, вот это капустку квашеную там. И у многих формируется ощущение, что, ну, это произведение такое, очень мещанского, даже, ну, не знаю, купеческого, или даже не купеческого, наверное, именно мещанского быта. Так много там еды, жратвы для обывателя. Вот как формируется образ Великого поста Шмелевым? Что он фундаментально важного в нем через глаза Ванечки прорисовывает? Думаю, здесь можно тоже интересным таким церковно-славянским словом подойти. Это время окормления. Причем, что важно, да, во-первых, есть несколько значений этого слова, да, с одной стороны, это действительно управление кормчим, например, корабля, да, то есть в буквальном переводе, а с другой стороны, это некое наставничество духовное, да, и вот как раз время Великого поста, это как раз включение человека вот в плавание некое, да, по безбрежной пучине, это и жизнь наша, да, и, в общем-то, различные события, которые сопровождают, и попытки все-таки достигнуть этот пункт назначения, да, вырулить, так сказать, несмотря на все происходящее, как говорится, корабли лавировали-лавировали, но вылавировали, да, вот, и действительно это так и должно быть в идеале, но у всех ли получается, это уже вопрос вот как раз личного пространства и времени, да, то есть сможешь ли ты свое вот это личное время и пространство включить в вечностное, получится ли это у тебя сделать вопрос или нет. И вот это окормление не случайным образом, то есть духовный уровень, да, сопряжен с телесным, да, потому что мы в земном существовании пребываем, да, это такое кормление получается, да, то есть окормление и кормление, вот, и, соответственно, то и другое связано с неким воспитанием и питанием, вот, ребенка, и потому что параллельно мы видим и, соответственно, действительно кухню великопостную, не только великопостную, если мы сейчас просто про нее пока говорим, и богослужебную историю, да, то есть это не противоречащие друг другу вещи, да, кухня, скажем так, не заменяет духовное, приготовление евхаристическое, скажем так, да, но является вот такой вот, может быть, даже в каком-то плане еще и эстетически красивой частью нашей жизни, потому что во многом пути человека – это еще и красота, да, и почему-то об этом так вот принято забывать, что вот все должно каких-то грязных отрепьев быть, вообще зачем говорить о красивом, вообще давайте будем ходить с дырками надежды, хотя, в принципе, это сейчас стильно, знаете, да, вот, поэтому вопрос в том, что Шмелев показывает все грани человеческого бытия, и в том числе, видя вот эту грязь и смерть, и страх вокруг, да, который вот как раз солнце мертвых у него проступает ярче всего, он показывает еще и красоту, знаете, то есть есть же в мире, и по крайней мере было в тот момент, когда он запечатлевает эту историю свою личную, да, о том, что не только в грязи и страдании человек может пребывать, да, то есть он может себя возвысить через вот такие вот, в том числе и бытовые вещи, то есть как человек относится к своему быту во многом говорит о том, какой он, скажем так, и в бытии тоже, да, то есть в каких-то маленьких вещах, маленьких совсем, да, даже как будто ты, я не знаю, чай завариваешь, как ты, не знаю, вещи раскладываешь, все в этом проявляется, да, то есть в каких-то мелочах, и вот эта красота там великопостного богослужения, она пересекается и с интересными моментами великопостной кухни, например, да, там они на постный рынок едут с Горкиным, смотришь, и там вкусненького есть, да, какие-нибудь грешники, грешники кто такие, никто, да, что это, вот такие вот интересные блинчики с гречневой крупой, да, там, может быть, еще с луком добавляют, вот, а воспоминания там каких-то разговорительных моментов, например, на Благовещение, да, там рыбу разрешают, да, какая-нибудь кулебяка Благовещенская с визигой, ну уж вообще, да, там это можно придумать, такие рецепты смотреть, я думаю, это даже интересно, то есть здесь энциклопедия еще и, скажем так, русской жизни, да, русской кухни в том числе, да, так части. А, кстати, вот Лотман рассматривал произведение Шмелева? Ну, по крайней мере, какой-то вот конкретной работы, изданной на эту тему, я не смотрела, если честно, ну, я думаю, если вообще просто этот метод брать, да, который вот Лотман использует, да, в том числе, там, к Евгению Онегину, например, применяя, да, комментарий, через это как раз мы видим вот и бытие человека, да, там, дворянская жизнь, да, с его, какие-нибудь, с ее карточными приключениями, там, дуэлями и прочим, да, она свидетельствует еще и о внутреннем наполнении, то есть почему мы говорим в итоге о, скажем так, падении дворянских родов, назовем так. Ну, вот, вот какой быт, такие падения, скажем так, да. И вот у Шмелева показано, что на тот момент Русь в бытовом плане достаточно крепко стоит, да, и, скорее всего, ее будут колебать именно такие вот внутренние проблемы, да, то есть вроде бы со стороны-то все красиво и хорошо, да, но вот какая-нибудь заведется лошадь наробистая, стальная, и сбросит тебя, да, и вот, к сожалению, все может закончиться. И, несмотря на это, все равно надо жить дальше, да, и вот самое сложное при этом верить в воскресенье, да, то есть все так было здорово, хорошо, а потом хочется заплакать, забиться в угол и сказать, извините, да, вы меня обидели, вообще ничего нет там за гробом вашим этим, да. Так может сказать и Достоевский, да, и, в общем-то, все другие русские писатели, но мы понимаем, что как раз вот это усилие, вера есть некое усилие, да, то есть вопреки этому есть, да, и вот увидишь, не увидишь, ну вот давай личные усилия какие-то предпринимай для этого, потому что все само, ну, конечно, может, в каком-нибудь постном рынке тебе приготовят, да, хотя таких сейчас нет, вот, но самим надо, все самим, понимаете? Мне вот в вашей мысли очень понравилось соотношение быта и бытия. Это вещи, которые вообще как бы почему-то христианами сейчас меньше всего осмысляются, что, ну, например, то твое положение тела, то, как ты структурирован и выстроен телесно, то, как выстроен твой быт, то, как, ну, условно говоря, то, как ты просыпаешься, то, как ты засыпаешь, то, как ты проводишь весь свой день, оно определяет твое в том числе и веру, ну, то есть оно отбрасывает тень и печать, да, накладывает. И действительно твой быт может превратиться в бытие, а может не превратиться. И тогда, условно говоря, откуда-то оттуда нам скажут, какое житие твое, пёс смердячий. Вот. И в этом смысле, конечно, это, мне кажется, очень важная мысль, на которой мы сегодня закончим нашу беседу. В следующий раз мы уже будем говорить с вами о Пасхе, пасхальной радости, как через внутреннюю личную Голгофу и Голгофу Христову выйти вот к этой пасхальной радости. Но на сегодня, мне кажется, очень хороший мой вывод и такое, знаете, домашнее задание для наших телезрителей, духовную практику задали, формировать свой быт. То есть если вы, условно говоря, читаете утренние молитвы в семейных труселях, почёсывая в самых неприличных местах, то, может быть, именно по этой причине общения с Богом и не происходит. Если у вас бардак в комнате, и вы не застилаете постель, не встаёте, и эта разобранная постель или грязная посуда в раковине встречает вас и вечером, когда вы возвращаетесь с работы, то точно такой же бардак. Разруха в головах и в клозетах, она, в общем, старая добрая мысль. Вот, мне кажется, на этом мы поставим многоточие. Я очень благодарен вам за сегодняшнюю встречу и беседу. В следующий раз мы продолжим разговор о Лете Господнем, но уже о пасхальном цикле. Храни вас Господь!